здравствуйте дорогие друзья на связи александр и руководитель венчурного фонда в байс капитал я бы сегодня хотел наверно осветить некую историю венчурного фонда как он создавался чего удалось достичь с чем мы сталкивались и к чему мы подошли сейчас давайте начнем с неких предпосылок почему мы решили вообще организовать венчурный фонд и почему мы видим в этом большие перспективы ну первое с 2017 года мы являемся активными участниками криптовалютного рынка мы перепробовали многое майнинг трейдинг участие в и село участие в каких-то проектах инвестиции в какие-то проекты у у нас был фонд мастер нот мы держали больше 300 нот потом мы создали наш defy asset management фонд который называется джи вэлс на который по сей день существует и успешно работает также мы запустили проект по токенизации недвижимости все вы прекрасно знаете что у нас есть проект его cross curve и во многом благодаря ему во многом благодаря тому что мы были на стороне проектов в том числе не только на стороне инвесторов но и на стороне проектов мы понимаем с чем сталкиваются проекты какой-то непростой путь мы создали огромный network мы можем сейчас смотреть на рынок и глазами инвесторов и глазами пользователей и глазами проектов и глазами маркет-мейкеров launchpad of и так далее то есть мы понимаем этот рынок изнутри и мы сейчас общаемся с топовыми игроками на этом рынке собственно все это создавало предпосылки для того чтобы мы из ну скажем так бизнес ангелов которые инвестируют в какие-то проекты в том числе в свои проекты стали превращаться в профессиональный венчурный фонд более того все больше общаясь так с такими венчурными фондами во многом привлекая инвестиции в проект его мы понимали этот рынок немного по-другому то есть мы много общались с классическими венчурными фондами из кремниевой долины из сша из китая из европы из азии из эмиратов и так далее и и соответственно мы понимаем тренды которые происходят многие венчурные фонды классические ну что значит классические которые ну там инвестируют например биотехнологии медицинские технологии в космические технологии в классические айти стартапы да что значит классический но я имею виду не крипто они во многом сейчас в том числе создают фонды или подразделения для инвестиций в криптовалютный рынок почему это происходит первое во первых скорость выхода из сделок там выше то есть если классические венчурные фонды там ну самая ранняя когда можно выйти из сделки это наверное года три это самое самое ранее в среднем пять лет шесть лет и так далее то на крипто рынке этот период может быть значительно меньше за счет чего за счет того что проект по сути вместо айпио делает некое айдио или делать листинг на криптовалютной бирже и все есть становится токены становятся ликвидными появляется какой-то вторичный рынок и таким образом уже можно забрать часть своих инвестиций в какой-то степени также этот рынок он менее рисковый по сравнению с классическими венчурными инвестициями сейчас объясню в чем разница конечно криптовалютный рынок очень сильно связан с различным скамом как бы проект может не взлететь даже если у них благие намерения до как бы бизнес-модель может не пережиться плюс много регуляторных рисков потому что эта сфера пока что никак особо не регулируется сейчас только появляются попытки регулирования ну и где-то мы видим задним числом кого-то арестовывают говорят что вот так нельзя было делать и сего нельзя было проводить даже арестовывали главу крупнейшей крипто биржи байнанс но его уже благополучно отпустили вот с этой точки зрения конечно криптовалютный рынок он более рисковый но с другой стороны для профессиональных венчурных фондов которые качественно отбирают проекты которые от общаются с другими инвесторами анализируют глубоко что происходит какие партнерства планируются и так далее риски снижаются почему потому что сложно потерять деньги полностью то есть если в классе при при инвестициях в классический стартап если у него что-то не получилось и он никогда не выйдет на ipo то ну все деньги можно сказать потеряны в случае криптовалютного рынка все равно а проект может сделать листинг на бирже и даже если стоимость токена примеру сильно не выросла то все равно часть своих денег можно вернуть и вот с этой точки зрения бы эти инвестиции они чуть менее рисковые чем классические венчурные инвестиции таким образом есть две большие два больших плюсов первое это более быстрый выход из сделок то есть более раннее появление ликвидности и вторичного рынка и второе это что деньги не обесцениваются в ноль то есть да можно там потерять какую-то часть но в ноль это значит что проект совсем не состоялся либо это ну был какой-то скам так бывает как бы так будет скорее всего в нашем портфеле будут такие проекты в портфеле у каждого венчурного фонда они такие есть и не всегда скам как бы в переводе означает мошенничество да не всегда это прям мошенничество это может быть что-то у проекта не получилось что-то он не рассчитал не хватило денег но люди называют этот скам вот собственно вот это все то есть наш network наше понимание рынка наш опыт 2017 года то что мы поучаствовали и на стороне проектов в этом рынке и на стороне инвесторов мы много общаемся с биржами с ланчпэдами мы запустили собственный ланчпэд мы общаемся с маркет-мейкерами то есть мы понимаем этот рынок мы понимаем что он влияет в деталях да и мы наверное сейчас ну в меньшей стены в большей степени считаем себя профессионалами этого рынка мы наверное сейчас уже не гонимся за тысячи иксов за месяц как бы но таких целей нету такое может произойти но нам важнее все таки сохранение инвестиций хотя это и рисковые инвестиции но все же не просто вот в любой потенциально прибыльный проект мы готовы инвестировать нет у нас есть определенная стратегия выработанная годами которая обсуждалась с различными игроками рынка с другими венчурными фондами и поэтому мы сейчас себя считаем профессионалами этого рынка и наверное понимаем что раньше мы были в большей степени хомяками да хомяками называют на криптовалютном рынке тех кто не разбирается вот кто только пришел и вот покупает наугад какие-то токены верит тому что написано просто в публичных каналах не изучает документацию не смотрит вебинары не общается с фаундерами проекта и вот как-то инвестирует на основе той информации которая доступна всем ну на наш взгляд эти инвестиции во многом с большой долей вероятности будут неуспешными потому что все-таки венчурный бизнес это скажем так легализованная торговля инсайдерской информации то есть то что общий доступно 100 информация которая доступна всем она имеет очень маленькую ценность а когда вот вы можете где-то в кулуарах на конференции пообщаться с кем-то когда вам проекты привлекая инвестиции рассказывают все свои планы что у них получалось что не получалось с кем в ближайшее время подписывается соглашение ну тогда конечно у вас информации для принятия решения сильно больше и плюс вы там общаетесь например с их инвесторами с каким-нибудь серьезным фондом и говорить почему вы проинвестировали они объясняют они объясняют свою стратегию они объясняют как они помогут этому проекту и это все своего рода инсайдерская информация может быть не инсайдерская но дополнительная информация которая нету у большинства крипто инвесторов скажем так которые как-то покупают токены с рынка либо участвуют каких-то приватных сейлах и так далее вот собственно вот это все позволило и позволяет нам сейчас уверенно создавать наш венчурный фонд и развивать его то есть в какой-то степени мы уже действуем как венчурный фонд то есть в целом нас уже начинают узнавать под брендом в вайс капитал мы были спонсорами недавно в сентябре на буткемпе также там спонсором был была солана фондейшн также там был еще ряд фондов экси эйт там был экс бинанс гейта его маркетмейкеры различные и вот вот эта группа выступала менторами для 13 отобранных стартапов причем я был удивлен уровню этих стартапов да то есть это стартапы которые уже привлекли по меньшей мере миллион долларов от янчурных фондов у них уже есть бизнес-модель у них уже есть заработки очень серьезные стартапы со всего мира из аргентины из германии сингапура из снг из латинской америки и так далее качество проектов было очень крутым и ну вот и вот мы очень плотно познакомились да и начали взаимодействовать с различными фондами типа солана фондейшн более больше узнали про их экосистему сейчас мы видимся на различных конференциях мероприятиях в целом на связи и вот таких контактов становится все больше если вот когда мы привлекали финансирование в проект его cross curve ну лично я общался наверно пообщался за три года ну минимум семистами потенциальными инвесторами из которых 500 это фонды разного размера от каких-то маленьких неизвестных до очень крупных серьезных игроков типа пантера капитал поличейн гуми крипто слон хэш эмбер висе можно перечислять бесконечно и когда-то там два-три года назад мы начинали с ними общаться и это были такие гранды да у нас было такое переживание то есть мы немного волновались перед встречей с этими фондами сейчас же мы с ними общаемся можно сказать на равных более того мы становимся их инвесторами об этом я чуть-чуть позже расскажу сейчас все таки вот я пытаюсь создать картинку и понимание как мы к этому пришли какие есть предпосылки для того чтобы наш венчурный фонд вообще появился развивался и был успешным повторюсь экспертиза нетворк глубокое понимание рынка и взгляд с разных сторон со стороны проектов со стороны инвесторов со стороны пользователей и других участников этого рынка плюс мы сейчас понимаем что мы проектом реально можем помочь мы можем стать не только предоставить деньги но и быть некими smart money то что ну так ищут все проекты потому что сейчас мы можем помочь проектом решить вопрос какой то который например на который у нас с проектом его уходили месяцы и ряд ошибок приходилось совершать ну сейчас мы по звонку или там по одному сообщению в чат можем состыковать проект с нужным человеком который либо проконсультирует либо они там воспользуются каким-то сервисом или услугой и решат вопрос за неделю да и это очень дорогого стоит это некая акселерация которую мы также предлагаем проектом в который мы инвестируем либо нашим собственным проектом который мы сейчас разрабатываем и запускаем вот я надеюсь что какая-то картинка создалась особенно для тех кто не так давно следит за нами вот вот это результат вот то что я сейчас буду дальше рассказывать это результат многолетней работы как минимум последних трех лет ну вот давайте поговорим теперь про некую стратегию нашего венчурного фонда наш венчурный фонд мы понимаем что мы относительно молодые с одной стороны мы уже зарабатываем какое-то имя с другой стороны ну мы еще маленькие нас особо никто не знает хотя ну со многими фондами мы общаемся вот с пантеры капитал мы подписали соглашение electric капитал мы подписали соглашение galaxy digital мы подписываем соглашение galaxy digital ну чтобы вы понимали это очень большая структура включающая в себя венчурный фонд и ассет менеджмент фонд и digital banking и вот они выиграли тендер на продажу активов ftx вот была биржа которая обанкротилась вот именно galaxy digital выиграла тендер на утилизацию этих активов которые остались для возмещения потерь инвесторов кредиторов и у нас есть сейчас доступ к этим сделкам мы можем купить солану со скидкой 60 процентов там ну и и другие активы и у galaxy digital покупают такие фонды как пантера капитал все крупные то есть мы сейчас вот в этой лиги нам доступны эти сделки при этом пока что мы все еще ну не имеем какого-то веса и репутации и нам конечно же сейчас лучше и правильнее присоединяться каким-то сильным игрокам плюс у мы ну мы диверсифицируем нашу экспертизу да мы понимаем что мы очень хорошо разбираемся в дефай например в инфраструктуре а в меньшей степени мы разбираемся там в тонн экосистеме пока что но активно изучаем меньшей степени мы разбираемся наверно в инфти проекта меньшей степени мы разбираемся di digital identity такой своего рода цифровой паспорт где есть грубо говоря адрес кошелька и авторизуясь по адресу кошелька те не нужно предоставлять твои личные персональные данные часто эти сервисы активно развивается кредитные рейтинги наподобие тех которые есть в традиционной финансовой системе то же самое появляется в веб-3 то есть у каждого кошелька будет свой кредитный рейтинг данные будут обезличены но от этого будут зависеть различные доступы суммы одобрения и так далее все туда идет все что к чему мы привыкли в традиционной финансовой системе все пойти постепенно появляется в децентрализованном виде в веб-3 виде все как-то начинает регулироваться конечно мы на это делаем большую ставку на ближайшие 5 10-15 лет поэтому мы активно в этом участвуем мы видим в этом большое будущее мы понимаем что сейчас инвестируются и корпорации и венчурные фонды и государства государство медленнее и это обосновано потому что сфера еще не до конца изучена непонятно как регулировать но все понимают потенциал все понимают что за этим будущее поэтому естественно государственный сектор он сильно медленнее внедряет это все как-то очень аккуратно разрешает что-то очень аккуратно это регулирует вот и собственно в нашей стратегии первая большая часть это фанта fans то есть фонд фондов мы как фонд являемся инвесторами других фондов и сейчас вы поймете прелесть этой стратегии первое мы доверяем не только нашей экспертизе потому что вот мы инвестируем на перед через десять фондов причем крупных лидеров рынка пантера капитал у которых там один миллиард под управлением был первый фонд сейчас на 750 миллионов он как бы galaxy digital сейчас последний фонд они на 150 миллионов делают криптовалют electric капитал фигмент капитал эмбер виси лонг хэш это такой азиатский очень-очень экспертный фонд очень крутой мультикойн вот сейчас у нас наш человек находится в сша где собственно вживую встречается с этими фондами но есть специфика американские фонды там азиатские фонды про это чуть-чуть тоже поговорим позже но в целом мы становимся их инвесторами и конечно же мы сразу договариваемся о том что мы получаем доступ к сделкам которые есть у этих фондов и мы можем инвестировать соинвестировать с ними на условиях которые им предоставляются а им предоставляются всегда условия лучше чем инвесторам другого тира до другого уровня скажем так вот поэтому первое мы распределяем экспертизу и доверяем не только своей что какой-то фонд лучше разбирается в этом какой-то в этом какой-то в сделок который уже проверен и зачастую сделок которым у нас бы доступа не было может быть был бы но сложнее было бы его получать мы пробовали последний год выстроить систему где нам поступает огромное количество проектов то есть нас зовут на различные пич сессии pitch day где проекты презентуют свои идеи свои проекты привлекают инвестиции ну это сумасшедшая огромная работа то есть в месяц к нам поступало больше ста различных презентаций проекты совершенно на разных стадиях говорящие на разных языках в разных странах и мы поняли но мы понимали что нужен какой-то штат аналитиков и опять же это доверять только своей экспертизе это большой и сложный трудоемкий процесс который венчурные фонды строят годами поэтому мы здесь тоже сократили этот маршрут мы сейчас как бы берем отобранные уже проекты то есть куда инвестируют другие крутые венчурные фонды у которых есть штат аналитиков 10 аналитиков сидит 3 аналитика 5 аналитиков и изучаем уже конкретно эти проекты более того мы не просто изучаем эти проекты мы еще и спрашиваем у наших партнеров а почему вы думаете что у них получится а на какой срок вы думаете эти инвестиции мы задаем вопросы и сами узнаем много такой достаточно новой инсайдерской информации это второй плюс да то есть что мы получаем такой поток очень качественных сделок не просто всех подряд как бы на разных стадиях а уже отобранных куда уже реально собираются инвестировать вот вот этот поток плюс мы диверсифицируем экспертизу как я сказал ну и самое главное как мы поняли да мы выбрали эту стратегию но практически год назад заявили о ней и мы это начали сейчас относительно недавно презентовать нашим потенциальным инвестором фонда то есть всего у фонда будет у нашего не больше ста инвесторов не больше 999 это вот по юридической части как бы так будет оформляться и чем крупнее инвесторы вот мы сейчас ведем переговоры с майнинговым пулом одним из китая мы ведем переговоры с крупными инвесторами из индии из вьетнама у нас уже есть инвесторы которые нас знают из снг но мы еще как бы активное привлечение инвестиций в наш фонд не начинали то есть мы да мы рассказываем что мы делаем мы совершаем какие-то инвестиции вот в октябре мы проинвестировали в проект марсбейс но скоро вы больше про это узнаете в сентябре мы совершали инвестиции ну то есть мы какими-то небольшими суммами инвестируем да и мы становимся известнее на этом венчурном рынке но пока что мы массово не вышли на этот рынок да вот у нас в ноябре будет только первое такое публичное не первое было в индии но на такой криптовалютной конференции будет первое совместное мероприятие с какими-то топовыми игроками мы сейчас определяемся с кем в банкоке будет конференция девкон там мы будем проводить уже собственные мероприятия возможно совместно и с его и и плюс еще какие-то топовые фонды например может быть с кем-то еще сейчас занимаемся этим вопросом и далее мы будем представлены уже на многих конференциях наверное не со стендами но у нас будут наши сайты то есть как это происходит есть основная конференция например talking 2049 сингапуре одна из самых серьезных по криптовалютному рынку конференций в мире и вокруг вот там за эти там пять дней происходит 400 каких-то мероприятий которые организовывают проекты фонды но любой желающий может это сделать в принципе и какие-то закрытые какие-то открытые но мы сейчас в принципе попадаем на закрытые нас приглашают у нас закрытые приглашения как бы и это тоже добавляет и информацию и и ну некого статуса нашему фонду участникам нашего фонда и так далее вот собственно и что я хочу сказать да что за год мы поняли что нашим инвесторам это наша стратегия она максимально интересна и причем чем крупнее инвестор то есть минимальный человек наш фонд 100 тысяч долларов бы но чем крупнее инвестор когда речь идет про один-два миллиона долларов инвестиций фонд им как бы они им все больше интересна стратегия фонд фонда что они говорят мы пробовали сами инвестировать в какой-то ряд каких-то проектов неудачно и она объяснима потому что этим нужно заниматься профессионально этим нужно заниматься 24 на 7 следить за изменениями общаться с другими участниками рынка как-то получать инсайдерскую информацию они просто он у проект понравился как бы про инвестировать такие инвестиции так может получиться но это будет скорее случайность а когда ну такой профессиональный подход тогда вероятность совокупного успеха конечно она намного выше вот поэтому вот фонд фондов когда они узнают через какие фонды мы инвестируем они говорят конечно нам это интересно и это вселяет нас еще больше уверенности энергии бы мы активно этим занимаемся первая часть нашей стратегии это фонд фондов вторая часть это прямые инвестиции в проекты все равно у нас есть теплые отношения с проектами с какими-то людьми из этого рынка мы получаем какие-то рекомендации и мы можем рассмотреть прямые инвестиции в какие-то проекты не через другие фонды а как бы напрямую и но это как работают классические венчурные фонды часть уже этих сделок мы сделали вот в октябре была подобная сделка и так далее третья часть это венчурная студия и акселератор то есть это по сути инвестиции в какие-то ну скажем так наши собственные проекты либо в понятные нам команды какие-то более близкие нам команды почему эта часть существует потому что но вот как появилась его появился проект его кросс ков мы же решали свою боль мы решали боль нашего фонда диджи вэлс когда появился байнер смарт чейн и начало появляться очень много новых чинов нам нужно было перемещать ликвидность между разными блокчейнами и мы этот сперва этот проект был внутренний проект мы этот вопрос решали для себя и потом нам стали обращаться ребята давайте делайте быстрее нам нужно это решение и мы все больше понимали проблемы этого рынка все больше понимали насколько серьезнее нужно подходить к этому и теперь его превратилась уже в такой большой проект который совокупно привлек с рынка венчурного рынка как бы до топовых международных фондов больше семи миллионов долларов и ну я не знаю хорошие новости следите вы не следите но 5 декабря будет джи то есть появится токен у и вы и там в течение еще вероятно недели произойдет долгожданный листинг мы неоднократно это откладывали не потому что мы так хотели но где-то там ситуация на рынке где-то мы понимали что все-таки нам нужно что-то доработать изменить где-то мы перестраивали концепцию то есть чтобы не конкурировать с гигантами типа лаер зиро акселар чтобы подружить это все и сейчас мы нам удалось это сделать мы сделали самое безопасное кросс чейн решение на рынке вот я могу это сказать со всей ответственностью потому что мы сделали консенсус из разных кросс чейн протоколов поэтому следите за новостями его я думаю это такое значимое событие для всей экосистемы и для всех кто следит для тех кто недавно присоединился ну просто вот три года больше трех лет разрабатывался этот проект проект который инвестирует топовые международные венчурные фонды и вот сейчас он запускается то есть это своего рода будет айпио это будет листинг на криптовалютных биржах и те партнерства которые сейчас есть у и вы ну конечно они дорогого стоят вот сейчас его получила гранта тон фондейшн не могу разглажать детали по индей но как бы тон фондейшн очень активно поддерживает curve curve биржа появится в тон экосистеме соответственно его cross curve также там появится и будет средством для передачи ликвидности между различными блокчейнами включает он вот 1 2 ноября в дубае состоится конференция gateway это тоновская конференция я вот завтра вылетаю в дубай там будет сперва байнерс блокчейн вик это байнерская конференция там будет связи глава бинансы и и первого второго будет gateway тоновская конференция собственно мы уже договорились также stone foundation что нам интересно инвестировать проекты которые появляются на тоне и которые поддерживаются тон фондейшн потому что все самые топовые проекты которые есть в тон экосистеме они поддерживаются тон фондейшн стон фай биржа кошелек тон кипер get games проекты и и прочее все это поддерживается тон фондейшн и во многое из этих из этого изначально инвестирует тон венчерс и мы с ними вот в дубае планируем познакомиться и нас обещали после первой инвестиции в тон экосистему собственно завести в пул инвесторов тон экосистемы а там pantera capital недавно проинвестировала 25 миллионов долларов paper ventures cypher группы прочие и собственно нас в этот пул инвесторов добавят это будет опять же отдельные чаты отдельные встречи отдельное обсуждение обмен проектами и мы будем понимать заранее какие проекты поддерживаются тон экосистемой тон фондейшн тон венчерс куда инвестирует бомо есть такой такой акселератор скажем да топ это ну тоже один из крупных венчурных игроков в тон экосистеме конечно по всей ну вот и у нас этой экспертизы и connection of ну все больше и больше мы понимаем как устроен это все в тон экосистеме как устроена солана экосистеме как устроена в линейка системе эфириум и так далее помогает ли это для нас из конечно конечно же да вот и ну мы говорили про венчурную студию почему это важно и почему это хорошо мы зачастую имеем идеи и гипотезы что в ближайшее время будет востребовано на рынке потому что ну мы получаем огромное количество информации от проектов от фондов мы понимаем тренды мы понимаем боли рынка и например мы можем увидеть что очень хорошая идея у проекта очень крутая но команда с этим не справится мы понимаем что это зеленые ребята которые еще ну ничего подобного серьезного не делали вряд ли они привлекут много инвестиций тогда это может быть как бы проектом венчур билдера на либо может быть наоборот команда крутая но идеи у них ну такие очень посредственны мы можем дать идею мы можем сказать как что нужно делать мы можем помочь им продвинуть эту идею но команда будет этим заниматься гореть но это вот только пару вариантов вариантов может быть больше но и и у нас у самих есть ряд идей как бы не всегда хватает ресурсов время времени времени в первую очередь ну и финансовых в том числе потому что любой проект в на этом рынке требует ну огромных затрат начиная от серверов зарплат там маркетинговых услуг листинги вот и его сейчас на листинге потратит там около 500 тысяч долларов полумиллиона долларов как бы там на маркетинг там это тоже бюджеты трехзначные на чтобы все делать это все таки очень-очень серьезные внушительные цифры но мы понимаем что венчур билдер это площадка где мы можем реализовывать наши собственные проекты и четвертая часть мы можем покупать недооцененные активы с рынка которые уже залистились то есть это уже токены которые существуют либо мы можем покупать их со вторичного рынка либо мы можем покупать прям вот с открытого рынка с биржи с какой-нибудь и держать долгую понимая зная например что сейчас через там три месяца у них будет какой-нибудь глобальный анонс глобальное обновление и партнерства с кем-то крупным к примеру да вот на такое мы закладываем не больше 15 процентов от всего фонда ну скорее всего это даже будет меньше также сюда в эту стратегию может попасть что на каких-то просадках мы можем там купить в портфель фонда например bitcoin и его просто держать но опять же это мы не биткоиновый фонд мы не делаем нитьев на bitcoin бы просто мы оставляем небольшую возможность покупать ликвидные токены и продавать их опять же понимая что будет происходить на рынке вот это то что касается некой стратегии нашего фонда ну давайте поговорим о том что сейчас уже из себя представляет наш пенчурный фонд можно зайти на наш сайт в байс висе бы это уже почти актуальная последняя версия там еще кое-какие изменения нужно внести но в целом это уже отражает действительность прямо сейчас вот последние два месяца полтора месяца мы активно ведем переговоры с фондами типа пантера капитал electric капитал мультикоин это американский лон хэш гуми крипту гуми крипту тоже американский лон хэш и азиатский на как на на предмет того чтобы мы стали их инвесторы то есть мы не просто партнеры фондов таких мы инвесторы этих фондов и и чтобы обмениваться сделками и уже с рядом фондов мы подписали эти соглашения что они готовы нас принять а вы ну это не так просто потом кто-то может попробовать стать инвестором пантеры капитал ну это не такая простая задача да то есть они спрашивают а кто вы а что вы плюс там порог входа достаточно высокий мили в минимум по моему миллион долларов или 2 миллиона долларов вот и мы не хотим сделать просто слайд в презентации что мы вот инвестируем или будем инвестировать через эти фонды нет мы подписываем конкретные документы letter of intent что мы намереваемся стать их инвесторами они намереваются нас принять в инвесторы что мы собираемся обмениваться сделками мы собираемся проводить совместные мероприятия мы собираемся проводить совместный отбор анализ проектов вот об этом всем мы сейчас договариваемся не всегда это удобно потому что с разница с америкой ну даже в силу то что я меняю часовые пояса все равно там она 12 часов бывает 13 часов и как бы приходится ночью там проводить звонки он конечно не не очень удобно но деятельность эту мы ведем ведем ее успешно собственно с некоторыми мы уже подписали но с пантерой капитал например мы уже подписали с электри капитал мы уже подписали также мы сейчас вступаем в различные блокчейн ассоциации у нас уже есть лист который мы подготовили куда мы хотим вступить это и государственные отчасти государственные это ассоциации которые вот внутри одной страны например вьетнамская блокчейн ассоциации получение ассоциации индии в 3 ассоциации индонезии есть азия в лучшем ассоциации есть middle east есть европейские есть американские есть латиноамериканские и так далее вот в них мы тоже вступаем потому что мы считаем что взаимосвязь с государственными структурами и вот подобными альянсами ассоциациями это тоже важная часть а в эмиратах мы рассматриваем создание собственной блокчейн ассоциации потому что но мы там не нашли того чего мы бы ждали от этого до что были какие-то мероприятия обучающие мероприятия площадки для обмена опытом экспертизы возможность туда пригласить наши стартапы например и так далее это все большая работа но мы уже вступаем я думаю что в ряд из них мы вступим уже в этом году также мы раньше планировали это сделать как бы я имею ввиду запустить регистрацию отдельной компании под венчурный фонд но мы все-таки долго выбирали и консультировались и советовались в какой юрисдикции за делать сперва мы решили делать это соединенных штатах потому что как ни крути это самая уважаемая самая респектабельная для фондов юрисдикция потом на фоне различных там арестов павла дурова и прочих событий как-то мы задумались думали может быть в эмиратах открыть и все-таки мы пришли к тому чтобы делать максимально круто то есть мы прямо сейчас вот прямо сейчас но не вот прям в текущую секунду ну вот эту неделю прошлую неделю ведутся уже ведется уже подготовительная работа вместе с юристами из сша по созданию отдельной компании под венчурный фонд в соединенных штатах где у нас будет не больше 99 инвесторов и это естественно все будет официально задокументировано на правильном таком юридическом уровне потому что цифры большие там как бы миллионные инвестиции да естественно инвесторы хотят иметь прозрачные отношения с компанией который является фондом собственно вот и я думаю что до середины ноября у нас уже будет поданный пакет документов полностью где останется только ну подождать может быть один месяц может быть два месяца ну сколько займут эти регистрационные процедуры открытия счетов и так далее но с нашей стороны все документы будут уже поданы в ноябре до середины ноября мы планируем это сделать таким образом что сейчас из себя представляет фонд как бы это уже можно сказать компания в сша сейчас уже мы принимаем инвестиции по такому промежуточному соглашению которое гласит что в момент когда компания в сша появится все права и обязанности будут переуступлены в эту компанию мы уже ведем деятельность как фонд нас уже узнают начинают узнавать как бренд с нами уже готовы коллаборироваться с нами уже готовы обмениваться сделками и это понимаете это не обмен сделками с такими ну не самыми крутыми инвесторами скажем так а это обмен сделками стопами рынка вот как мы были на закрытом мероприятии эмбер виси и финбуши капитал финбуши капитал это очень-очень крутой азиатский фонд у них виталик бутерин является экспертом и они являются инвесторами его я был в сингапуре на закрытом мероприятии который делал эмбер групп и финбуши и мы познакомились там с венчурным подразделением эмбер групп эмбер это крупнейший один из крупнейших маркет мейкеров в мире у них есть четыре вертикали у них есть разные направления digital banking private banking asset management фонд и венчурное подразделение и вот с их венчурным подразделением мы поговорили договорились что будем обмениваться сделками и он так сказал такую фразу слушай я понимаю что вы обмениваетесь скорее всего с кем с кем но когда вы начнете обмениваться с нами вам не нужен будет никто другой потому что качество сделок она ну совершенно другое и вот мы еще не получили мы еще не подписали там бумаги какие-то но я думаю что он прав потому что те проекты которые приходят нам от вот большинства инвесторов потенциальных фондов как бы они не очень интересны потому что мы понимаем что они заинтересованы помочь каким-то другим проектом привлечь финансирование и мы спрашиваем а вы сами инвестируете в этот проект они таки ну нет то есть они помогают проектам привлечь инвестиции зарабатывать на этом деньги но это и называют себя там венчурные фонды как бы вот с такими партнерами в меньшей степени интересно взаимодействовать хотя ну как бы мы со всеми поддерживаем связь со всеми игроками рынка но все-таки мы ориентируемся на другой уровень игры да и мы в нем то есть мы перешагиваем мы становимся инвесторами топовых фондов и как бы инвет наши инвесторы являются инвесторами пантеры капитал как бы три года четыре года назад но мы не могли себе такое представить так же как его когда-то мы думали вот было бы круто познакомиться с ван нынче керфайнанс юнисвап ну какие-то вот топовыми протоколами на рынке ну сейчас мы с ними общаемся да не общаемся на равных договоримся о каких-то коллаборациях было бы круто познакомиться с кими-то блокчейнами сейчас мы с ними общаемся получаем от них какие-то поддержку гранты маркетинговую поддержку и так далее и то же самое с фондами но только его дольше путь проходила с фондом меньше времени этот путь занимает потому что ну уже многих мы знаем как все-таки все строится на отношениях как бы на доверие между людьми как бы на репутации и так далее поэтому ну мы сами так периодически поражаемся ну да мы позволяем нашим инвесторам стать инвесторами топовых венчурных фондов ну и 16z мы еще не доросли наверно в целом у меня есть возможность стать инвестором и 16z но минимальный чек 15 миллионов наверно нам рановато вот мы собираем наш первый фонд 25 миллионов долларов это не не мне много ну и для старта это нормально почему так потому что чем меньше ликвидности тем проще сделать доходность вот если управлять миллиардом то на миллиард долларов сделать доходность высокую сильно сложнее чем там на на миллион долларов поэтому с 25 миллионов долларов мы понимаем как как работать у нас есть под это определенные стратегии под большие суммы есть но соответственно просто доходность будет уменьшаться вот таким образом компания регистрируется мы уже инвестируем мы делаем совместные мероприятия мы вступаем блокчейн ассоциации мы становимся инвесторами мы уже инвестируем через некоторые венчурные фонды ну и и хотим чтобы их было около десяти подписываем сейчас соглашение с некоторыми уже подписались через некоторых уже инвестируем ну что сказать собственно вот такой текущий статус да вот что удалось добиться за последние полгода наверно может быть год но мы не сказать что сильно активно удавалось вести эту работу потому что много других вопросов в том числе по другим проектам но сейчас мой фокус внимания практически полностью смещается на работу венчурного фонда и с момента как мы подаем документы на регистрацию то есть у нас уже будет все что документы поданы мы просто ждем документы мы начнем активную работу с потенциальными инвесторами венчурного фонда она уже ведется но не так активно как у нас есть пул инвесторов из вьетнама из индии из китая из снг из там эмиратов но мы пока сильно не принимали ну то есть кто уже готов был какое-то финансирование делать мы уже работаем но так мы активно не не привлекали инвесторов фонд ну диджи ю естественно является одним из инвесторов нашего венчурного фонда соответственно приобретая долю диджи ю оплачивая расстрочки вы тоже становитесь соинвесторами с такими фондами как монтера капитал galaxy digital и прочее так ну и наверное из последних новостей если кто-то посещает конференции а мы их посещаем много последнее время лично меня можно будет увидеть вот в дубае завтрашнего дня я там буду до 5 числа там будут вот разные мероприятия в первую очередь меня интересует майонс блокчейн вик и тон гейтвей потом в бангкоке 12 числа скорее всего 11 у нас будет наше мероприятие какое-то возможно закрыто с другими фондами 12 будет девкон в бангкоке и потом у нас будет конференция во вьетнаме вот до конца года не знаю где еще будем не будем представлены просто честно говоря огромное количество перелетов в этом году и уже хотелось бы сделать какую-то паузу и перерыв вот такие новости следите за новостями и вы следите за новостями к системы диджи ю следите за новостями венчурного фонда следите за новостями ланчпеда как бы очень многообещающий проект и знаете что как бы не сказал это важно вот мы общаемся с пантерой капитал например galaxy digital вот у них горизонт планирования как у классических фондов 10 лет ну то есть они берут 8 лет на диплой так называемый ну то есть на размещение средств ну на инвестиции и два года на дистрибьюции ну то есть на то чтобы выйти сделок успеть да потому что это что же требует время времени мы все-таки целимся наш фонд там 5 плюс 1 но все больше общаясь со все более крутыми чуваками мы понимаем что чем дольше срок тем больше вероятность успеха и как бы мы не хотели вот его все-таки выходит через три года даже чуть больше конечно можно что-то сделать быстро за год но это будет скорее всего не очень качественно и наши такие вот такие ну совсем амбиции сейчас мы быстро за год что-то сделаем они у нас есть мы к этому стремимся но как будто реалии все-таки жизненные рынка они немножко не такие потому что даже опытный рай который выпустил чат g5 это самый быстрый единорог в истории но потребовалось несколько лет чтобы стать единорогом да как бы если взять компании типа google microsoft нам прочее сколько сколько лет прошло до того момента как они стали единорогами вот как они из гаража там своего вышли ну я думаю что надо кстати изучить вопрос но я думаю что где-то больше десяти понятно что время ускоряется технологии развиваются и вот этот срок сокращается но почему горизонт планирования у многих крутых венчурных фондов причем у американских у них стандартно как будто 10 как у классических так и крипто у азиатских как бы срок классических венчурных фондов выше но больше например 10 лет 8 10 лет для крипто для в 3 они делают 5-6 лет опять шесть лет позволяет как минимум охватить два цикла два обычных цикла 2 медвежьих циклом то есть когда рынок он цикличен как правило он привязан неким халвингом биткоина и соответственно фонд там на шесть лет например позволяет два рынка как минимум два вот вот этих цикла как минимум зацепить а 10 лет позволяет охватить 3 и конечно это увеличивает вероятность успеха ну и большие деньги институциональные деньги они ищут куда инвестироваться надолго мы понимаем что мы работаем немножко с другой аудитории поэтому мы максимально сокращаем наш фонд как бы мы планируем сделать 5 плюс 1 5 это диплой то есть размещение 1 дистрибьюция но это не значит что деньги как бы инвестор может получить только в конце как бы там через шесть лет нет каждый exit то есть каждый выход из сделки выход кого-то проекта и фонд например все продал токены на вторичном маркете либо нам напрямую токены разлучились он фонд вышел все инвесторы получать день каждую сделку каждую сделку да то есть это значит что последние как бы деньги инвестор может забрать максимум через шесть лет может быть мы сделаем восемь потому что нам надо состыковать стратегию чтобы мы могли инвестировать вот в пантеру как бы galaxy digital и прочее и мы хотим уменьшать либо мы там большую часть например как бы мы должны завершить в течение пяти лет какая-то часть может еще быть в течение еще нескольких сейчас вот этот момент он такой как бы в голове у команды у нас является сложным который нужно решить потому что ну мы не можем например взять у инвестора деньги на пять лет максимум ну понятно что он будет получать там в течение всего срока но максимум на 5 на 6 а сами инвестировать на 10 как бы вот вот эти моменты нам приходится решать и в том числе мы с пантеры капитал с galaxy digital обсуждаем что тут можно сделать и с кем-то удается договариваться вот поэтому следите за новостями в том числе венчурного фонда следите за новостями ланчпеда там сейчас будут много событий мы делаем большую ставку на этот проект да там как бы в какой степени как его да как бы что-то получается что-то не получается но проект развивается как бы там ведутся переговоры с различными партнерами и ну например мы знаем чего хочет сейчас тонн экосистема да как бы тонн экосистема сама устала от всяких not coin of hamsters of как бы и прочих вот таких бесполезных то полок и конечно они за реальные продукты такие продукты как ланчпед кошелек и прочие ну конечно они заинтересованы и мы рассчитываем что в ближайшее время наши проекты будут поддержаны тонн экосистемой наш венчурный фонд сделает для этого также все соответственно фонду тоже проще продвигать интересы всех проектов в портфеле и чем здесь такая качели такие получат чем круче проекты в портфеле тем круче фон ну то есть тем с тобой охотнее разговаривает на любом уровне чем круче фонд тем проще помогать проектам в портфеле соответственно мы работаем над тем и над тем благодаря стратегии фонд фондов как бы мы получаем крутой портфель плюс наша экспертиза плюс я уверен что с его и будет все в порядке его сейчас узнаваемо на рынке как бы и и среди блокчейнов и среди проектов и среди венчурных фондов и мы говорим ну это наш проект его круто как быки у вас еще проекты есть поэтому будем работать над вот этим балансом повышать и уровень и качество проекта в портфеле соответственно качество успехи фонда и вот таким образом двигаться мы настроены долгосрочно мы считаем что за этим будущее это максимально интересно это максимально перспективно и мы этим будем заниматься десятки лет но это не значит что фонд ну как бы фонды создаются там например на 5 на 10 лет том если этот фонд все он полностью размещен как бы может создаваться следующий фонд например у пантеры капитал сейчас третий фонд они создают да и так далее в общем много нюансов я думаю как бы об этом можно говорить бесконечно мы сейчас конечно лучше понимаем как устроена вся эта отрасль на каких условиях работают фонды с чем они сталкиваются мы тоже делимся с ними они живые люди они делятся с нами чем вот и конечно это позволяет нам в том числе расти развиваться получать новые знания получать понимание как на самом деле весь этот рынок устроен вот поэтому спасибо вам за то что вы с нами за то что нас поддерживаете мы делаем все от нас зависящее для того чтобы был максимум результатов при этом не просто краткосрочных таких мимолетных а устойчивых долгосрочных и то что будет являться фундаментом для дальнейшего развития и в этом прелесть такого экосистемного развития если вы посмотрите в galaxy digital amber group у пантеры капитал у них есть подразделения которые занимаются asset management но наподобие нашего диджи вэлс дам только у них стратегии могут быть другие кто-то сейчас создает токенизированные стратегии но с недвижимостью либо и тефы на bitcoin и так далее не есть венчурное подразделение у них есть какие-то свои тоже наработки проекты и так далее и это тоже экосистемное развитие и это в этом есть большие плюсы потому что одно усиливает другое и если где-то что-то в одном не получилось но другое стабилизировала диверсифицировал и мы за вот такое конечно же поступательное и устойчивое движение вперед я думаю что дальше будет рост так более экспоненциальный спасибо всем хорошего дня